Александр Владимирович Любимов в свои 97 лет уверенно поднимается на сцену, чтобы получить почетную грамоту. Он участвовал в боевых действиях на Карело-Финском фронте, затем на Третьем Украинском. Долгожданный День Победы встречал в небольшом городке около Вены. Ночью, когда через комендатуру узнали, что это самое, конечно, мы никому не дали спать. Палили все в небо, все ракеты и все прочее, сигнальные, все было пущено в воздух. Вот там мы встретили этот День Победы. Награждали на праздничном концерте в окружном доме офицеров не только участников боевых действий, но и тружеников тыла, которые внесли не меньший вклад в победу. Иван Убогов трудился недалеко от станции Обшаровка. Там готовили продукты питания для фронта, а также обслуживали зенитные комплексы. Работали по 12 часов каждый день, понимая, для чего необходим их труд. Руками своими создавали, не ля-ля разводили, а руками. Я тогда еще понимал, Куйбышевская область, она решала главный вопрос. Она, во-первых, на путях между Сибирью, Средней Азией и Европой. В то же время, значит, Куйбышев упускал тогда зенитные ракеты и снаряды. Почетные грамоты ветераны войны и труда получили из рук главы Самары Елена Лапушкиной и председателя городской думы Алексея Дегтева. Сколько бы ни прошло лет, сколько бы ни прошло десятилетий, мы никогда не устанем благодарить вас. Вы показали нам пример мужества, отваги, искренней любви к своему Отечеству. Именно на вашем примере воспитаны те ребята, те бойцы, которые и сейчас отстаивают нерушимость наших границ и защищать наших родных и близких. Я говорю огромное спасибо и фронтовикам, я говорю огромное спасибо и труженикам тыла за то, что имею возможность и честь стоять на этой сцене и кланяться вам в пояс. Я желаю, конечно, вам всем здоровья. Пусть родные и близкие окружают вас заботой и любовью. Также в зале присутствовали участники различных ветеранских сообществ и организаций. Для всех гостей были подготовлены выступления с военными песнями и мелодиями тех лет. Идет война народная, священная война. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.